Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! В этом видео я расскажу, каким способом я буду избавляться от ногохвосток. Если кто-то не знает, ногохвостки это такие маленькие жучки, которые живут на поверхности воды. И все бы ничего, в принципе, они меня не сильно напрягают. Завелись они у меня уже довольно давно, уже года полтора на точно. Они любят, когда на поверхности воды есть плавающие растения. И чем больше плавающих растений, тем больше этих жучков. Иногда у меня бывало такое, что их становилось меньше, когда плавающих растений было меньше. Но так как у меня сверху постоянно есть какие-то то полянка Монте-Карло, то Мох-Феникс, то Альтернатера. Поэтому у меня эти жучки никогда не выводились. То есть они у меня постоянно есть. И, в принципе, они меня не сильно напрягают. Ну, живут себе, да и пусть живут. Но у них есть такая особенность. Они прыгают, то есть как будто блохи. Я их, в принципе, так и называю водяные блохи. Потому что, ну, вот, есть у них такая особенность. И я считаю, что это не совсем эстетично. В аквариуме, когда сверху на поверхности воды живут такие блохи. Поэтому я решил от них избавиться. Потом стал вопрос, каким же способом избавиться от этих насекомых. Дело в том, что недавно я применял в этом аквариуме альгицид для того, чтобы избавиться от ничатки. Хочу сказать, что от ничатки удалось успешно избавиться. Об этом у меня есть отдельное видео. Оно уже есть на моем канале. Можете его посмотреть. Я применял в этом аквариуме не Сайдекс, а другое специализированное средство специально для применения в аквариумах. Оно действует очень мягко, очень плавно. Ничатку успешно удалось побороть. Сейчас она у меня находится в таком уже затухающем состоянии. То есть, еще нужно какое-то количество времени, и она полностью пропадет. Так вот, я надеялся, что после применения этого альгицида у меня пропадут и ногохвостки. Но я смотрю, что они прекрасно выжили. В принципе, этот препарат никак не воздействовал на бактериальный фон. То есть, все полезные бактерии, которые были в воде и на грунте, у меня выжили. Но вместе с ними выжили и ногохвостки. Поэтому я понял, что такими средствами, как альгицид, который вносится непосредственно в воду, с ногохвостками бороться не получится, потому что это не есть эффективно. Если бы эти жучки жили непосредственно в самой толще воды, возможно бы альгицид на них и подействовал. Но так как они живут на поверхности воды, такой способ оказался неэффективным. Тогда я стал думать, какие еще средства можно применить. И что самое главное, каким образом его применить, чтобы оно воздействовало непосредственно на этих насекомых. Из всех возможных и всех проверенных средств, которые применяются в аквариумах, естественно, на первое место вышел Сайдекс. Сайдекс. Нужно сказать, что в принципе это не то средство, которое нужно применять в аквариумах. Это довольно сильное дессредство. Оно применяется в медицине для борьбы с бактериями и вирусами. Но как-то получилось так, что это средство прижилось среди аквариумистов. И его многие используют и довольно эффективно. Поэтому я решил попробовать бороться с ногохвостками при помощи Сайдекса. Но тут стал другой вопрос. Как это средство использовать и как сделать так, чтобы оно воздействовало непосредственно на ногохвосток. Но решение все-таки было найдено. Я взял Сайдекс и перелил его в такой флакон. Сейчас я вам его покажу. Вот такой флакон. Ранее здесь был репеллент от комаров. Он закончился. Флакон я хорошо вымыл и перелил сюда Сайдекс. И самое главное то, что в этом флаконе есть вот такой распылитель. Он дает довольно мелкую пыль. И сейчас мы будем с вами Сайдекс из этого флакона распылять непосредственно на ногохвосток. Вот здесь на этом пучке нитчатки. Очень любят находиться ногохвостки. Я думаю их хорошо видно. Это такие маленькие коричневые точечки. Это и есть эти жучки. Причем, кроме этого пучка нитки, у меня сверху есть еще плавающие растения. Вот слева у меня находится мох феникс. Также есть некоторые плавающие листья буцефаландр. Кстати, несколько веток буцефаландр у меня сейчас цветут. Есть альтернатера. Есть еще в правом углу полянка Монте-Карло. Но вот в других растениях их почти нет. Вот они почему-то любят именно вот эту вонючку. Именно они любят находиться в кладофоре. Кладофора эта находится в своем уже загибающемся состоянии. Вся нитка, которая находилась в толще воды после применения альгицида у меня пропала. Ну, так как эта полянка не была полностью погружена в воду, то она частично выжила. От края ее, конечно, начинают пропадать и периодически их объедают улитки. Но верхняя часть, скорее всего, выживет. И на ней очень любят находиться многохвостки. Поэтому берем флакон с сайдексом и начинаем его распылять. Я думаю, что много не нужно. Буквально несколько нажатий будет достаточно. Потому что я сайдекс не разводил ничем. Это сайдекс в чистом виде. И если его сильно много набрызгать, ну, возможно, если на какие-то растения, которые находятся рядом, попадут брызги, то эти растения могут начать пропадать. Поэтому, что я сделаю? Я вот эту альтернатеру, которая находится правее, я ее немножко погружу в воду. Таким образом ополосну ее, даже если на нее попали брызги сайдекса, чтобы они смылись в воду. Ну, я уверен, что сайдекс попал также и на многохвосток, и на эту полянку нитчатки. И это очень хорошо. Таким образом, посмотрим, как сайдекс будет воздействовать и на нитку. Посмотрите, какой у них начался кипиш. Начали прям нервно все прыгать. Вот они начали куда-то перемещаться в этот край. Видать, они поняли, что там появилась какая-то отрава. Они начали хаотично прыгать. Ну, собственно говоря, этого я и хотел добиться. Еще я увидел их большое скопление вот здесь, на листе криптокарины. Сюда я не брызгал. Давайте сюда еще сделаем несколько нажатий. Вот так, я думаю, будет достаточно. Ага, опять запрыгали. Это хорошо. Далее я буду наблюдать за многохвостками. Я буду смотреть, стало ли их меньше. И через несколько дней сниму еще одно видео, в котором мы с вами сделаем вывод, эффективен ли такой способ борьбы с этими блохами или нет. А сегодня это, пожалуй, все, что я вам хотел показать. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться снимать побольше познавательных видео. А я на этом буду прощаться. Всем пока.